Приветствую вас. Я, пожалуй, соглашусь с коллегой, что всё очень индивидуально. В первую очередь, нам хотим понять, что проблема действительно кроется в восприятии алкоголя вашим мужем. То есть, это действительно проблема восприятия алкоголя вашим мужем, потому что если человек не может остановиться, ну, значит, соответственно, у него есть совершенно очевидные некие проблемы с алкоголем. Вот. Это совершеннейший факт, это совершеннейший, очевиднейший факт. Вот. И здесь, в первую очередь, нужно понять, что мужчина алкогольная зависимость, и что ему нужно пройти соответствующую терапию, в том числе и терапию для зависимых. А вам, ну, вам мешает взять несколько консультаций для профилактики силозависимости, которые возникают и возникают в таких ситуациях, потому что есть ощущение, что вы пытаетесь своему мужа простать. Вот. То, что человек не может остановиться, когда пьёт, это, собственно, и является, собственно, главной характеристикой алкоголизма. Вот. Это не обязательно значит алкоголизм, но это означает определённые проблемы с алкоголем. После того, как данные проблемы, к примеру, будут решены, что этот мужчина закодируется. Кстати, кодирование мало кому помогает, здесь именно нужна психотерапия, вот, с поддержкой, допустим, с поддержкой, ну, нарколога, да, например, значит, это поможет. Собственно, и проблема будет выявлена, почему мужчина пьёт. Но без вашей помощи, без вашей, без вашей какой-то позиции, без вашей какой-то реакции, ситуация решена не будет, потому что, ну, это проблематично. Вот. Аккедировка и все средства блокирования алкоголя, ну, блокирования алкоголя, это не решает проблемы. Так что, в этом смысле вы правы. Вот. Но алкологизация бывает разная, бывает физическая, бывает психологическая, и, соответственно, физическую алкологизацию с ПРВА можно или нужно нейтрализовать, чтобы она не влияла на поведение, на физиологические процессы в организме. А дальше уже, соответственно, можно будет что-то предпринимать. Это не расстройство личности, это именно проблема с алкоголем. Вот. Такая вот история. Такая вот история. Да, в ней кроется, как бы в её корне кроются определённые проблемы, конфликты вашего мужа, с которыми ему нужно самостоятельно работать. Вы этого сделать не сможете, потому что вы не владеете соответствующими навыками. Если желание работать с проблемой вашего мужа ограничивается кодировкой, то ситуация не решится, потому что кодировка не решает всей проблемой. Пожалуйста, учтите это на будущее. Вам также нужна психография для созависимости. Что такое созависимость, вы можете почитать в интернете. Вот. И для ознакомления, в качестве ознакомления могу порекомендовать вам книгу Валентина Маскаленко «Созависимость и семейная болезнь». Вот. Значит, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку «Буду рад помочь», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!